Я священник Черняк Павел Николаевич, мотоциклист, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Молодечного. Из семьи священника и стал священником. Ну, как Господь, человек предполагает, а Господь располагает. Поэтому, когда в детстве видишь отца священника, впитываешь это все, то, когда вырастаешь, выбор, он сужается. Не было такого у меня вопроса, куда податься. Как в Священном Писании говорится, что Дух Святой поставляет себе священники. Поэтому моего желания было мало одного. Если бы Богу не угодно было, так я бы просто получил бы духовное образование и, может, был бы просто хорошим человеком. История была такая. У отца когда-то, когда-то, еще давно, еще молодой он был, семья создалась и был мопед просто. И на дачу он ездил на мопеде. И мопед, он такой интересный. Это Рига мопед. Бак был сзади, а тут просто рама, и на раме отец сделал детское сидение. Как сейчас на велосипедах делают это. Так вот, отец сделал на мопеде, впереди, вместо бака, сидение. Ну и меня садил. И мы ездили на дачу. Для меня я ж спереди и за руль держусь. Вот и все. И с тех пор мне это очень нравилось. Потом, когда Советский Союз развалился, мама, как бухгалтер, решила куда-то вложить денежку, чтобы она не пропала. И купили два мотоцикла минских. Ну, для того, чтобы потом продать, чтобы хоть как-то сберечь денежку. Ну, я просто не смог спокойно жить с тех пор, как увидел эти два мотоцикла. И все-таки не сразу. Это было... Долго я уговаривал отца и маму, чтобы мне разрешили взять один мотоцикл и пользоваться им. Ну, это очень было долго, но я все-таки уломал, как говорится. Мягкое, точит, твердое. С помощью уговоров, любви, поцелуев они все-таки разрешили. И один мотоцикл был продан, а второй достался мне. Когда я уже школу закончил и пошел учиться дальше, тогда мама говорит, ну, зачем же тебе? Ну, стоит же, давай продадим. Ну, и продали. Вот. Ну, продали. Хотя потом, как уже стал священником, все равно это вот так вот. Друзья на рыбалку некоторые поедут на мотоциклах. Ну, там проще куда-то. На машине не доедешь, а на мотоцикле проще. А я без мотоцикла. Ну, и все-таки это преодолело желание, все возможное. И я приобрел, у меня получился первый мотоцикл, уже в священном сане, уже первый мотоцикл. Днепр, который у женщины когда-то хорошо работал, сын пользовался, а потом его поставили под сарай, и он порос вот такой травой. Вот. И был никому не нужен. Я забрал его, вдохнул в него новую жизнь, перебрал его, еще будучи тогда, съездил еще на Киевский завод, где Днепры выпускали. Некоторые детали взял еще тогда на заводе, новенькие поставил. С братом мы хотели, чтобы у нас был или Урал, или Днепр. И вот этот мотоцикл, чтобы с коляской. Ну, и детские определенные мечты, чтобы куда-то съездить или кого-то повозить. Ну, отдельно была история, чтобы для смеха видеть нашу тетю, которая самая старшая, за рулем Днепра, чтобы она куда-то едет. Там, в бандане, так. И это для нас была шутка, юмора такая интересная, которая всегда была актуальна. Появился у меня Днепр. И с этого момента, в принципе, была такая вот идея, чтобы какая-то, ну, советская мототехника появилась у меня в гараже. И вот постепенно, опять-таки, тоже, благодаря общению с людьми, как вот Днепр, так вот первый Иш-планета-4, желтенький, который, ну, сейчас тут не находится, в другом месте, вот, он полегче Днепра и на нем ездил какое-то время. Потом, спустя определенное время, я восстановил этот Иш Юпитер-5, брата, который мы с детства на нем ездили. Он почти новый мотоцикл, всего-то пять тысяч пробега, это ничего. На нем я езжу уже как третий год, да. В основном, если где-то по городу, я его использую, потому что по городу он тут куда-то подъехать, вертки шустры, вот эта вот рабочая лошадка, которая постоянно у меня в ходу. Он дорог с детства и восстановил его в оригинале, и он служит верой и правдой. Вот, в частности, вот тот мотоцикл другой, Ява, его восстанавливаю для человека, попросил сделать, сделаю, отдам, будет пользоваться с радостью и с благодарностью. Есть еще, значит, кроме Днепра, ну, есть еще Ка-750. Старинный, старый мотоцикл, красивый, который я, в принципе, не езжу на нем, а он у меня просто стоит как коллекция, вот коллекция. Жена немножко ругается, конечно, что вот столько тут техники и не используется, и, ну, с одной стороны, не мешает, но все-таки есть немножко определенные претензии ко мне, что я вот тут, ну, не сказать, что более заинтересован. Человек молодой, спешил с работы, думал, что ему машина уступает место, вот, и он прибавил скорость, я увидел, что впереди машина на аварийках стоит. Положил мотоцикл, он в другую сторону, и мотоциклом этим убил отца, под машину загнал его. Для меня это уроком послужило на всю жизнь, чтобы иметь ограничитель вот здесь, потому что я еще тоже молод был, и ограничитель как такового могло сорвать или что, а это событие для меня, это крепко послужило вот этот, железобетонно ограничитель уже не сорвет, поэтому здесь есть чему поучить молодых, когда у нас, допустим, сезон открывается, я объявляю, что вот есть возможность собраться и осветить мотоциклы на начало сезона, что мы тут вот на площади и делаем. Ребята приезжают, разговаривают, и одно из тех моментов, когда я могу слово сказать, в начале сезона донести, ну, и опять-таки свой опыт жизненный, вот, горький опыт, но тоже могу этим поделиться опытом, чтобы, не дай бог, у кого-то этот опыт повторился. Если взять на серьезной технике, на которой можно беззаботно куда-то уехать вдаль, это была только мечта, потому что денег нет, вот, семья, дети, все уходит на семью, а на мечту остаются, ну, как сказать, крохи такие, которые не позволяют осуществиться. И вот в один из таких моментов, это было 10 лет назад, вот, ровно, я этот мотоцикл, Honda, который у меня, это называю пасхальным, вот перед самой Пасхой случился такой момент, как бы, опять-таки, случайностей не бывает, все по божьему промыслу. И вот этот промысл мне дал такую возможность купить в рассрочку этот мотоцикл, за который я там постепенно, потихоньку отдавал денежку. И вот этот мотоцикл, Honda, это первый мотоцикл, на котором я уже мог совершить куда-то путешествие во страну далече, как говорится, вот. И это пасхальная моя радость. На 10 лет, как она длится, это пасхальная моя радость. Для меня мотоцикл – это средство передвижения, это средство отдыха, средство, ну, в какой-то степени средство молитвы, потому что, когда едешь один и далеко, я просто служу молебной, пою песни религиозные. Для меня это вот выход энергии такой, направленной именно к Богу. Для меня, как вот человек уйдет в келью, молится, поклоны бьет, для меня на мотоцикле, вот, просто душа раскрывается, и я во время движения молюсь. Этот интерес у меня перенимает мой сын средний, который Николай, который тоже сейчас вот, как он называет, дырчик. Купили двигатель от мопеда, который сейчас китайский продается, поставили его к, присоединили к взрослому велосипеду, этому нашему минскому взрослику, и сейчас он, как говорит, на дырчике ездит, ну, и осваивает мою технику ИШ, там, желтый ИШ, который в деревне стоит, вот, он на нем уже потихонечку по деревне ездит, осваивается. Аж глаза горят, узнаю себя. Только у меня не было такой возможности, а у него есть. Если возьмем нашу православную церковь, имеется в виду русскую, белорусскую, украинскую православную церковь, мы одна церковь, и у нас есть мотосообщество православное духовенство. Вот наш значок. И в это мотосообщество входят именно священники. Вот это мотообъединение по интересам объединяет, ну, порядка, около ста человек. Нас, священников. В частности, я здесь знаю, что у нас, в Беларуси, тоже есть определенное количество священников, которые ездят. Кто-то больше, кто-то меньше, но, во всяком случае, нас тоже объединяет эта тема мотоцикла. И решил вот создать группу для того, чтобы, ну, для общения прежде всего, чтобы более актуальные вопросы можно было поговорить, обсудить не только по мотоциклам, но и даже вот наши церковные какие-то вопросы. Хорошо бы сейчас встретиться. Ну, встретиться нам более тяжело, чем если светскому человеку, потому что у нас помимо будних дней мы как-то заняты, выходные у нас еще больше заняты. Поэтому, чтобы так оставить дела и куда-то съездить, встретиться, это надо целый отпуск брать. Поэтому тут больше сейчас вот на связи, так, в телефоне, чем воочию. Относиться к всякой символике, ну, опять-таки, сколько людей, столько и мнений. Кто-то будет придавать значение определенное какому-то там, ну, допустим, взять это череп, что с костями. Для меня, лично я, вот, вспоминаю всегда слова священного писания и понятия. Помни о смерти и не согрешай. Поэтому у меня еще и личный опыт, плюс того, что отец погиб из-за мотоциклиста, который не думал ни о себе, наверное, ни о смерти и ни о жизни, наверное. Вот. И для меня это символ, прежде всего, что останавливающий от безумия. Поэтому, когда череп с костями, для меня это определенный момент такой, не как у других, может, мотоциклистов, ну, байкеров, так сказать, символ, который считает, что как смерть увидит, обойдет. Ну, дай бог, конечно. Но для меня именно, прежде всего, это помни о смерти, что не вечный. И у меня есть о ком заботиться. И много что могу потерять. Моя супруга, черняк Наталья Вячеславовна. У нас четверо деток. Если куда-то вот мы едем, она с радостью садится и со мной едет. Хоть, как говорится, за границу. Ну, сейчас за границу не поедешь. Ну, в Россию? Ну, в Россию, да, в Россию. Потому что у меня там родственники, сама матушка моя. Я учился в Смоленске, я с ней так познакомился. И она сама родом из города Гагарина, где Гагарин родился. Старинное название Гжатск города. Оно ближе к Москве туда. Поэтому в Смоленске там и моя сестра двоюродная живет, и ее сестра живет. Много планов, куда бы вот просто поехать. Вот есть мечта сейчас по Золотому кольцу вдвоем проехаться. Ну, дать бог. Совет прежде всего иметь голову на плечах. Не терять ее ни при каких обстоятельствах. И, как я говорил уже на своем горьком опыте, что ты, будучи владеешь определенными возможностями, большими возможностями, чем на машине, управляя мотоциклом, необходимо думать не только о себе, как бы проскочить, а прежде всего о своих родных и о тех, кто находится в движении рядом. Потому что ответственность мы несем не только за свой мотоцикл, за себя, но и за всех участников движения. Потому что беды можно наделать не только для своих родных, для себя в том числе, но и тем людям, которые нас окружают. Это одна из первых заповедей. Возлюбие ближнего свое, как сам себя. Поэтому, если мы позволяем себе слишком много, мы этим самым и заповедь нарушаем. Только любим себя, можно сказать. А если мы себе вред этим сделаем, то и себя даже не любим. Это чистой воды эгоизм. Поэтому мой совет эгоистом не быть. Делать все необходимое для того, чтобы нести людям радость. Потому что, как вот моя пасхальная радость 10 лет мне несет, и не только мне, я этой радостью делюсь со всеми. И от этого не только мне хорошо, но, я думаю, и для других тоже. Поэтому делитесь радостью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!